Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый Разбор на укулеле У вас появилась укулеле, и вы давно мечтаете играть в свои любимые песни под аккомпанемент укулеле, выучили четыре блатных аккорда, самый стандартный бой, и на протяжении уже долгого времени вы играете примерно так И неважно, эта песня лиричная, мелодичная, или может быть она супер хардкорная, неважно какая песня, вы играете всегда одним и тем же способом, то есть А что будет, если я вам скажу, что даже при таком базовом уровне можно улучшить свою игру? Не верите? Поэтому специально для вас я запускаю серию роликов, которая будет состоять из трех частей, где мы разберем самые простые вещи, самые простые приемы, при которых ваша игра уже вырастет на новый уровень Хорош болтать! Поехали! Разбор на укулеле Ну а делать нашу игру на укулеле еще круче мы будем сегодня при помощи динамики Для начала мы должны понять, что же означает это слово в музыке Динамика это уровень громкости звучания То есть мы можем бить по струнам от балды, а можем применять динамику Ну а как же ее применять в своей игре, сейчас я вам расскажу Рассмотрим на примере четырех самых базовых аккордов Это С, G, F и А, F Данная связка аккордов чаще всего используется в песнях И первый динамический оттенок это у нас очень тихо, по-другому пианиссимо И обозначается следующими знаками Как это выглядит? Следующая динамика это тихо Обозначается буковкой П и читается как пиано Следующая динамика в меру тихо Мецепиано Следующая это в меру громко По-другому мецепорта Обозначается следующими знаками Следующий динамический оттенок это форте По-другому громко Обозначается буковкой F Далее у нас идет очень громко, по-другому фортиссимо Обозначается уже двумя буковками F Следующий динамический оттенок называется у нас крещенда Это значит постепенное усиление И обозначается в форме галочки Этот динамический оттенок означает, что мы идем от самой тихой точки И постепенно, постепенно, постепенно приходим к громкому Допустим, мы сначала играли очень тихо пиано И постепенно, постепенно, усиливаем Приходим к форте Как это может выглядеть? Также существует и наоборот И этот динамический оттенок называется диминуэнда Что означает постепенное ослабление И обозначается галочкой наоборот То есть у нас есть самая громкая точка И мы постепенно приходим к самой тихой точке Как это может выглядеть? Теперь, как же мы можем эти навыки применить в нашей игре? Допустим, песня имеет два куплета и два припева Мы можем на первом куплете сыграть тихо Потому что это только начало Мы играем, 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 играем Потом на припеве мы можем сыграть уже мецефорта То есть в меру громко На втором куплете мы можем уже сыграть громче И на последнем припеве мы можем сыграть как очень громко Или же мы наоборот можем сыграть тихо Имея только одну связку аккордов Мы можем сыграть различные динамические оттенки То есть, допустим, у нас может быть совершенно по-разному играться Одна и та же песня с разными динамическими оттенками Попрактикуйся, и ты увидишь, что обычную песню, состоящую из четырех аккордах, можно сыграть интересно Разбор на укулеле А теперь небольшое домашнее задание для вас Разберем структуру динамики в песне 21 Pilots Там отлично прослеживается динамика и ее развитие Так что слушаем эту песню Ссылку я вам прикоплю в описании ниже Ваша задача будет ее прослушать И написать мне, как развивалась динамика в комментариях То есть мы сначала слушаем песню, слушаем этот трек Такие, ага, ага И каждый куплет и припев имеет свою динамику Ваша задача будет это послушать И в комментариях написать, какая же была динамика на протяжении всей песни Поэтому пишите в комментариях Я обязательно это все прочту и проверю И посмотрю, усвоили ли вы этот материал Ну а на этом все, видите, как все просто И мы можем уже приступать к практике Поэтому, как всегда, раздаточный материал в описании Если вам понравился этот ролик и вы узнали что-то для себя полезное Ставьте лайк, пишите в комментариях, чтобы я понимала Да, интересно ли вам это, новое ли вы что-то узнали Также можете подписаться на канал Чтобы не пропускать мои новые разборы, мои новые видеоролики Но меня по-прежнему зовут Даря Скоро увидимся, пока!